в старом курортном городе Сус. Вооружённые автоматами боевики подплыли со стороны моря на катере и через короткое время стали расстреливать всех подряд. По последним данным, погибших 37 и 36 человек ранено. Среди пострадавших, по подтверждённой нашим посольством информации, есть одна россиянка. МИД России теракт в Тунисе уже осудил. Как всё случилось и что происходит на месте трагедии сейчас? Об этом шеф Ближневосточного бюро вестей Сергей Пашков. Опустевшие, оцепленные пляжи, наряды полиции, национальной гвардии, перекрывшие зону фешенебельных отелей, сыщики, офицеры спецслужб, опрашивающие свидетелей, медики, доставившие в госпитали более двух десятков пострадавших с пулевыми и осколочными ранениями. Туристы, некоторые из которых до сих пор не решаются выйти из номеров, забаррикадировав двери тумбочками или массивными кроватями. Большинство из них уже этой ночью и в первую половину субботы покинут страну навсегда. Террористы не только охотились на людей, не только пытались убить максимально возможное число отдыхавших здесь европейцев. Они били в самое уязвимое место Туниса по туристической индустрии, приносящей 15% внутреннего волового продукта страны. Били по отрасли, в которой работает каждый седьмой житель Туниса. После полудня на пляже испанского сетевого отеля «Империал Мархаба» всегда многолюдно. Только в этой гостинице 366 номеров. Это пятизвёздочные отели, находящиеся в непосредственной близости от пляжа, достаточно популярные на мировом туристическом рынке. Там было много британских, немецких, бельгийских, голландских туристов. И отели хорошо продавались и на нашем рынке. Рядом, цепочкой, возле пляжной зоны, расположены не менее вместительные пятизвёздочники, работающие по системе. Всё включено. На приближающийся к берегу катер в первые мгновения никто не обратил внимания. Но в эту секунду сработало взрывное устройство. Возможно, в сторону отдыхающих были брошены ручные гранаты. Испуганных, не успевших ничего понять людей шквальным огнём. Меняя обоймы, начали расстреливать из автоматов. Отдыхавшие бросились в сторону отелей. Террористы преследовали их, стреляя в спины. Около 30 погибших, не менее 20 раненых. Мужчины и женщины, молодые и преклонного возраста. Люди так и оставались лежать на песке пляжа и аккуратно постриженных лужайках. В лужах крови. Среди погибших много немцев и британцев. Сообщалось о раненой в ногу женщине из России. Позже пришла информация о том, что это туристка из Украины. В отелях курортной зоны, порт Эль-Кантауи, что в 10 километрах от тунисского города Сус. В настоящий момент отдыхают 20-30 россиян. Наши соотечественники, остановившиеся в соседнем отеле спустя несколько часов после пережитого, вышли на связь, пытаясь рассказать о случившемся и сообщить близким о том, что им повезло. Они живы. Мы бежали с пляжа, выбегали с воды, вещи собирали так, как могли собрать эти вещи. На самом деле, все туристы в панике, все звонят своим туроператорам. Паника возникла. Люди англичан, люди кричали, хотели поехать домой. Целая серия террористических атак во Франции, Кувейте и Тунисе говорит о спланированной акции, цель которой показать, что ни в Европе, ни в Персидском заливе, ни в Северной Африке не осталось недосягаемых для радикальных исламистов мест. Сергей Пашков, Варвара Галемба, Александр Иванюк, Ближневосточное бюро Вестей.